Ты пишешь на голенге и до сих пор это делаешь? Ну-ка, срочно прекращай, смотри это видео до конца и узнаешь, какие типичные ошибки бывают в написании кода на голенге. Меня зовут Олег, я в этой вашей айтишке уже лет 7, сегодня навалим пользы и щепотку кринжа. Погнали! Адидас на мне, и мы можем начать. А сегодня мы обкашляем несколько вопросиков. Во-первых, поговорим о том, что такое встраивание типов и когда это может быть плохо, когда мапка может протечь, когда можно прошляпить обработку ошибок, а это весьма важная штучка-то, ошибки в наше время дорого стоят. Подумаем о том, когда интерфейс вроде как пустой, но на самом деле не пустой. Ну и посмотрим, какие бывают приколы у ресиверов методов и интерфейсов, взаимосвязях. А главным герой нашей сегодняшнего рассказа будет мой кот Коткинс. И вот он сидел, представляете, чилил себе, чилил, смотрел на рыбок в телевизоре, как неожиданно прилетает пару кусков кода. И что же мы тут видим-то? А тут мы видим банальную структуру brain, то есть мозг, которая в себя встраивает common sense, здравый смысл. А здравый смысл по факту состоит из извилин головного мозга, просто обычный slice and off. И вот мы туда вот так вот берем и встраиваем. И дальше мы в main справа можем объявить объект мозга и сразу проинициализировать вот этот здравый смысл. И когда мы принтить будем, мы через объект brain можем напрямую обратиться к этим извилинам, даже не указывая, что это является как бы полем структуры common sense. Потому что оно как бы туда встроилось, скопировалось и теперь находится на одном уровне. То есть иерархия пропала. Вроде как выглядит довольно удобно. И иногда это уменьшает дупо количество кода. Но есть и нюансы. Вот эта вся история с встраиванием типа здесь выглядит нормально. Но код пошел дальше и на кухне увидел вот этот код. Мы тут типичнейшую проблему решаем. Нам надо что-то закэшировать. У нас есть мапка. Мы ее хотим сделать конкурентной. Наверное нужен mutux. Мы тут сейчас не будем разбирать, что там типа rv-mutex, не rv-mutex. Вы все и так знаете, когда лучше rv-mutex применять. К слову говоря, если не знаете, то напишите вопросик в комментариях, а остальные вам пояснят. Так вот, мы этот mutux туда встраиваем, как и на прошлом слайде. И все вроде классно. Мы мапку объявили. И дальше хотим метод get обычно написать. Ну и метод get, он как обычно делается. Мы на входе лочимся, на выходе анлочимся, а в самом теле дальше уже берем по ключу значение. Если есть, нет, там сами смотрим ок-не ок. Но проблема в чем? Когда мы mutux встроили в структуру bestcash, у mutux же какие методы есть? Lock и unlock. Они публичные. И поскольку мы встроили явно так вот, ну не явно в смысле встроили, без какого-то именования этот mutux, у вас эти методы наружу выплюнулись сразу из bestcash. То есть у объекта bestcash эти методы тоже публичные. И это проблема. Потому что мы для пользователя-то хотели всю эту кухню с mutux спрятать. А по факту мы, получается, ее наружу выбросили, и пользователь нашей структуры может это запутать. Он может подумать, лог торчит, значит, наверное, надо вызвать. И, в общем-то, он это и делает. Он здесь вызывает лог у объекта кэш, а потом вызывает get, в котором мы сами тоже вызываем лог. Два раза лог, все, словили панику, deadlock и отъехали. Короче, тут надо внимательнее быть. Если все-таки вы не хотите, чтобы наружу торчало, то стоит вот так вот сделать. Мы mutux встроили через объект mu. Он приватный в рамках структуры bestcash. А поскольку он приватный, нужно же через него будет уже lock unlock вызывать. Lock unlock нельзя будет вызвать у bestcash. Они просто закрыты и инкапсулированы, скажем так. Кот порешал эту проблему, решил пойти дальше в кабинете. Думает, ну, раз рабочие будни начались, значит, наверное, посижу в кабинете, подожду проблем. И проблема возникает там, где ее не ждали. Мапы. Вроде как прекрасная структура данных. Всегда все идеально работает. Но нет. Но перед тем, как мы перейдем к самой проблеме, код небольшой ликбезик решил устроить. А как вообще мапы-то выглядят? А мапы в гошке, по сути, это просто структура, да? Мы сейчас не будем супер в детали вдаваться. Ну, чисто бегло вспомним, что там есть такая сущность, как бакеты. Ну, по сути, это восьмерки k-value. То есть по 8 штук, по 8 пар в одном бакете содержится. Определенным образом хранится. Ну и сама мапка, в общем-то, из себя представляет набор этих бакетов. И вот в структуре h-map, которая представляет из себя мапа, да, под капотом, есть unsafe pointer на buckets. Ну, то есть это просто указатель на нулевой бакет, и дальше там они как-то вряд ли лежат. Но кроме самого бакета есть еще один параметр, который называется b. И b отвечает за хранение количества бакетов. Но, может, резонный вопрос возникнет. Ну, тут uint8, come on. Что там, 256 бакетов, что ли, только может быть? 256 на 8. Ну, что-то небольшое, да, число получается. Вроде как в мапу может больше влезать. А тут чисто для оптимизации хранят не само число бакетов, а представление в виде степени двойки. То есть, например, если у нас 32 бакета, то здесь в b будет лежать пятерка и так далее. И вот прикол состоит в том, что это b, оно умеет расти, а уменьшаться не умеет. И тут бульк. У нас такой вот код интересный. Но пока Kotkins решает эту проблему, я напомню, что у меня есть свой курс по микросервисам. Там концентрированное мясо в течение 8 недель. Тут вам и GPC, и Postgres, и тесты мы попишем, и чистую архитектуру все обмажем. Обсервабилити, логи, трейсы, метрики, стриминговое взаимодействие, в конце концов, безопасностью все смажем. В общем, будет кайфово. Сейчас как раз новый поток набирается. Вы залетайте. Там, если что, остались проверки с проверкой тариф. Только у Шемика. Там 4 места буквально. Так что спешите. И, кстати говоря, есть тариф без проверки. И это не какая-нибудь шляпа, когда вы просто купили материалы, на вас все забили и все такое. Нет. Вы также будете тусоваться в общем чатике, спокойно общаться, мне задавать вопросы, Шемику задавать вопросы, на встречи ходить, вот эти вот созвоны еженедельные. Тоже все без проблем. У коллег по курсу просить ревью. Типа там ребята опытные собрались. Ну, а если ты уже опознал, или смотришь видос уже после старта, там кнопочку жми, подписывайся на бота, и тебе уведомление придет, когда новый поток, и всякие там новости будут приходить. Залетай. Ссылка в описании. Мы берем, создаем мапку, которая, в общем-то, ключ int, value это у нас slice byte, и мы делаем миллион итераций, заполняем миллион элементов в мапке. Ну, каким-то мусором заполняем, не суть важно чем. Дальше мы это дело удаляем, и после этого вызываем некоторые служебные функции. Во-первых, мы руками вызываем сборщик мусора, чтобы он уж точно отработал, и вызываем такую функцию runtime keep alive, которая говорит, типа, чувак, наш объект с мапой, вот прям сам объект не удаляй, потому что, ну, мало ли там мы, иначе тогда ноль просто будет, он соберет, он поймет, в общем, соптимизируется, что у нас дальше по коду он нигде не используется, и он его дропнет. Нам это не нужно. Вот, и на каждом шаге вот наших вот этих экспериментов мы еще и печатаем, сколько в хипе памяти было. То есть создаем вот этот объект runtime memstat, и благодаря нему печатаем, сколько килобайт в хипе было выделено. И вот какая картина интересная получается. До того, как мы мапу заполнили, она весила 116 килобайт. Ну, точнее, не она, а вот в хипе что-то использовала 116 килобайт. В том числе и мапы там какие-то, ну, вот эта структура-то, она сколько-то весит. Дальше мы, когда заполнили, мап стала весить, ну, точнее, в хипе стало выделено уже гигабайт фактически с лишним. А когда мы почистили, вроде как ожидаем, что те же 116 должны остаться, но по факту 74 мегабайта занято. Казалось бы, куда это все уходит память-то? А как раз таки вот тут и есть проблема, что мы, грубо говоря, когда чистили, у нас содержимое вэлей вот этих очистились, вот эти по тысяче байт, в каждом элементе, у нас же слайс байт и вэлью является, там тысяча байт. Вот эти-то вещи почистились, но сами бакеты, они никуда не делись. Их как-то наплодилось дофигища, так и не остались. И они из себя там представляют, ну, сколько там, инты, да, вот эти ключи, да, и слайс байт, слайс, ну, сколько там, 24 байта. Поэтому, в общем-то, эта память никуда не денется. И тут несколько вариантов есть, как, в общем-то, соптимизировать это дело. Первый вариант – обратить внимание на саму мапу. Можно взять и в качестве вэлью использовать не слайс, а указатель на слайс. В данном конкретном случае мы чисто сэкономим на спичках. Конечно, в три раза меньше будет потребление. Посмотрите, было 74 мегабайта, стало 39. Ну, даже тут, даже в три-то раза не выиграли, скорее в два. Вот. Но если, например, у вас вэлью – это какая-то гигантская структура, то, конечно, выгоднее будет использовать указатель на нее. Но тут, опять же, смотрите, все зависит от нагрузки. Поскольку, если у вас такая нагрузка, то не сильно интенсивная, то зачем эти танцы с бубнами, преждевременная оптимизация, хуже ничего не придумаешь. Ну, а если действительно у вас там очень интенсивно все идет, пишется, и нужно как-то подчищать, то, в принципе, вариант неплохой. Второй вариант – можно просто заново объект создать. Мапы, и тогда он просто перетрется, и заново начнут расти эти бакеты с нуля. Вот, код порешал эти вопросики и представляет вам сводную табличку, на всякий случай, что вот на конкретном примере получилось. В вашем случае может быть хуже, может лучше. Надо пробовать, бенчмаркать, и все будет хорошо. А мы движемся дальше. Код у нас решил отдохнуть после этих трудовых будин, потому что уже подустал, ему снится замечательная рыбалка, и пока все это чудо с ним происходит, прилетает еще один кусок кода. Кусок кода связан, в общем-то, с обработкой ошибок. Смотрите, какая интересная штука. У нас есть обертка над ошибкой. Custom Error называется. По сути, это просто структура, в которой содержится объект ошибки. Мы просто хотим какой-то дополнительный функционал, надо стандартными ошибками навернуть. И чтобы наша кастомная ошибка соответствовала интерфейсу Error, нам нужно просто реализовать метод Error, который, ну что мы делаем, просто к ошибке присобачивает слово Custom Error, не больше, не меньше. Все, мы соответствуем интерфейсу, мы можем использовать ошибку нашу как обычную. И вот дальше есть метод GetUserName, который принимает идентификатор юзера, проверяет, что это действительно UID. Если это не UID, а какой-то там кривой, ну то есть в общем ошибка валидации случается, то мы просто стандартную ошибку возвращаем. Этот пакет Error с юзером и пишем, что InvalidUserUID. Если же UID адекватный, мы условно как будто идем в базу. Вот это GetUserFromDB, это вот условно какой-то поход в базу. И вот эта функция, она нам тоже может вернуть ошибку. И если действительно случилась ошибка, мы ее еще и заворачиваем в Custom Error. Зачем вообще все эти манипуляции обычно нужны? Для того, чтобы разграничить валидационные ошибки и ошибки какие-то инфраструктурные. Потому что в случае, например, если база тупит, то это скорее всего 500. А если все-таки у нас какие-то проблемы с валидацией, ну просто кто-то что-то криво передал, ну какая же это 500, это скорее там 400. Зачем вообще эти различия? Потому что на эти коды удобно завязывать всякие алерты. И как бы если база не работает, это действительно требует участия разработчиков посмотреть, что нам случилось. А если просто кто-то кривой UID долбится, там не знаю, с клиента, ну это в общем проблемы клиента, скорее всего. Вот. И в общем-то мы тут все это дело завернули. В одном случае у нас обычная дефолтная ошибка стандартная возвращается, если это валидация. Если не валидация, и это у нас инфраструктурная ошибка, то мы ее завернули в custom error. И дальше нам нужно ее обработать. Обрабатываем мы ее, ну условно в main, ну или там в хендлере, в случае всяких запросов сетевых. И что мы делаем? Мы делаем обычный type-assertion. То есть если есть ошибка, мы кастуем к типу. И дальше смотрим. Если при кастовании у нас мы видим тип проявился, custom error, то значит мы печатаем слово custom error. Если же нет что-то другое, попишем просто common error. И все вроде замечательно. Этот код действительно будет работать. Но он немного неустойчив к изменениям. И мы вносим это изменение довольно незначительное. Мы просто-напросто, посмотрите, обратите внимание, вот это место и вот это место сравните. До этого мы из функции, которая типа в базу ходит, возвращали обычную ошибку. И потом в основном методе ее оборачивали в custom error. А теперь мы сделали наоборот. Мы вот эту вот custom error вернули из функции, которая типа в bd ходит. И дальше, в общем-то, в обычной функции getUserName, ну, заврапали через стандартные методы. То есть по сути просто порядок изменился. Раньше первую заворачивали во вторую, теперь вторую в первую. Вроде как суть от этого особо не изменяется, как говорится, переменами слагаемых, бла-бла-бла. Но наш вот этот type of session к чертям поломается, что даже код даже проснулся. А все почему? Потому что он видит только самый последний слой вот этого в раппи, в раповство, я не знаю, как это слово. Напишите в комментариях, как лучше глагол использовать. Короче, обертки вот этой. И до этого у нас наша custom error была сверху этих оберток, и он ее видел, а теперь она снизу этих оберток, и он ее не видит. И для того, чтобы такого избежать, такой вот глупой обработки, код советует вот такую штуку сделать. Смотрите, мы вместо всяких type of session юзаем стандартные функции, которые любезно нам приготовили создатели языка. И в данном случае нас будет интересовать функция rs. Она рекурсивно пройдет по всем этим оберткам и найдет, если там хоть в какой-то там итерации этой рекурсии найдется, в общем, вот этот custom error, она вернет true. Если же нет, то нет. То же самое можно проделывать и с текстом ошибки, но для текста ошибки есть отдельный метод error is. Ну и все, и в общем-то так заменяем, и все будет работать по кайфу. Вот такая вот роковая ошибка случилась. Но код движется дальше. Он уже прям совсем зачилил, он говорит, господи, в тот раз не дали поспать, хоть час посплю немножечко. И завалился на завалинку, да, говорит, прикорнуть немножечко, там весна за окном, красота. Но прилетает новый кусок кода. И он пока еще не понял этого. Но тут опять история какая-то с ошибками. Суть-то в чем этого кода? У нас просто есть какой-то месседж у custom error, да, мы также удовлетворяем интерфейсу, который, в общем, просто этот месседж возвращает ни больше, ни меньше. И вот у нас есть функция getInfo. Она что делает? Она принимает флажок и скажет, ну, то есть код ты или не код. Тут важный момент, на самом деле, для кода. И он говорит, если ты, короче, код, то я верну ошибку. А причем, глядите, ошибку-то он заранее объявил. То есть это указатель на custom error. Напомню, указатель zero value имеет nil. То есть по факту nil-овую ошибку мы здесь вернем. А если все-таки ты не код, то мы вернем first name и nil. То есть тоже вроде как nil. И дальше мы проверяем два кейса. Когда флажок true и когда false. Вот когда флажок true, мы, по идее, залетаем в этот if-чик и возвращаем nil-овую указатель на ошибку. То есть вроде как сравнение error не равно nil должно нам дать, ну, типа, error is 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 nil. Ну, потому что указатель по умолчанию nil. Ну, аж вылезает. Вот такая история. Error is not nil. И тут тут даже шемик офигел. Шемик это, кстати, кореш мой, с которым мы вот как раз курс ведем. И это прям максимально неожиданно. Но окей, давайте проверим второй кейс. Ну, второй кейс все-таки более ожидаем. Все действительно, тут действительно nil. И как же так получается-то? Вроде nil там и там, но кот нам говорит, что это все не так. Но тут надо немножечко углубиться, как устроены интерфейсы под капотом. И кажется, на самом деле, там многим думают, ой, там вообще какие-то дебри непонятные, ужас, эти интерфейсы, ты в какой-то рентайм влезай. На самом деле, супер-то в дебри нам залезать не придется. Нам в верхнем уровне его надо понять, чтобы распарсить, как так получилось. И смотрите, в чем прикол. Интерфейс под капотом тоже структура, которая называется iFace. И у нее два поля всего лишь, два указателя. Первый это itab, второй data. И вот itab, он хранит указатель на таблицу методов и всякую там служебную информацию про интерфейс. Ну, просто, что из себя представляет интерфейс, набор методов вот этих. А data хранит указатель на конкретный тип. И в данном случае, получается, какая штука-то? Когда мы указатель на custom error создали, мы как бы интерфейс не проинициализировали, но он уже в курсе, какой конкретный тип за этим стоит. А именно custom error. А поскольку сравнение структуры, а интерфейс это является, по сути, структурой под капотом, происходит по полям, он смотрит, первое поле nil, второе не nil, значит, совокупно не nil. А во втором случае мы обезличенный nil закинули в окончании функции getInfo, где вот все с name, nil. И там как бы оба поля nil. И поэтому совокупно nil сработал. Вот и все. Тут особо до хитрости нет. Вот видите, вот здесь вот как раз это все дело происходит. Ну, с интерфейсами, конечно, все еще не закончено. Тут еще есть одна тонкость. Кот уже сидел, смотрел сериалы, мы с Шемом пошли мороженое кушать в парк, и коту пришлось самому разбираться с следующей проблемой. И тут прилетает кусок кода. Вся опять та же самая история. У нас обертка над ошибкой, и она соответствует интерфейсу. Мы error имплементировали, и вот решили вернуть такую вот ошибку. Custom error, заполнили месседж, вроде все замечательно. Все соответствует интерфейсу. Все должно работать. Но на самом деле вот эта строчка выделенная, она будет подчеркиваться, она не скомпилируется, компилятор будет ругаться. А все почему? Потому что надо вот так вот делать, а именно возвращать не ошибку, а указательную ошибку. А с чем же это связано? Вроде казалось бы мы в коде видели и так и сяк. А есть такие нюансики, связанные с ресивером. Ресивер, если что, это вот этот вот объект, ну, типа, как в взрослых языках называют зыз, да. Есть такое правило. Если ресивер является указателем, то интерфейсу будет соответствовать исключительно указательный объект, как в нашем случае. У нас же как раз ресивер указатель, значит, только указателю и будет соответствовать значит, только указатель на объект и будет соответствовать интерфейсу, как в нашем случае. Если бы ресивер у нас был объектом, то есть без звездочки, тогда бы интерфейсу соответствовал как объект структуры, так и указательный объект. И отсюда вытекает best practice, что на самом деле выгоднее всегда возвращать указатель на структуру, если у вас там метод, допустим, какой-то интерфейс возвращает, проще указатель на структуру возвращать, и вообще проблем не будет, потому что оба кейса покрываются. Ну и порешав с этим вопросиком, мы плавненько движемся к выводу. А какой же вывод-то? Ну, базированный. Нормально делай, нормально будет. Аккуратно юзай встраивание типов, а то может что-нибудь отстрелить. Следи за мапками, чтобы не текли, если тебе это важно. Ну просто держи в голове. Обработка ошибок тоже грамотно стоит устраивать, чтобы ничего не прошляпить. Ну и разберись уже с интерфейсами. Ну стыдно ж не знать. И вообще, на самом деле, по QR-коду переходи в мой телеграм-канал, я туда еще почитать некоторые вещи выложу. А вообще рекомендую Книженцию, 100 ошибок в год. Там такой базы навалено, не пожалеешь.